После 12 лет совместной работы «Бок о бок» Барри Алибасов и Сергей Пудовкин расстались. Вместе создавая легендарную группу «Нана», они не думали, что когда-то их интересы разойдутся. Но упоённый успехом «Нана» в России, Барри Каримыч решил замахнуться на западную сцену. В планах было записать англоязычный альбом и захватить американский музыкальный ритм. Однако в тот момент у коммерческого директора группы Сергея Пудовкина родился ребёнок. И переезжать в Америку он совсем не собирался. В одночасье Алибасов потерял верного соратника и друга и в одиночку пошёл на запад. Спустя некоторое время Сергей Пудовкин пошёл на восток, стал продвигать певца Витаса в Китае. Группу «Нана» продают. Такие статьи появились в прессе три года назад. Тогда к Барри Алибасову обратился тот самый Сергей Пудовкин. Он предложил выкупить коллектив за 2,5 миллиона долларов. Но Алибасов назвал сумму вдвое больше. Сделка не состоялась. В 2009 году детища Алибасова «Нана» отмечала 20-летие творческой деятельности. За помощью в организации концертов Алибасов обратился опять к Пудовкину. Тот посоветовал своего знакомого Евгения Морозова. Мужчина организовал концерты, рекламу, а затем скрылся с деньгами, полученными от продажи билетов. При этом дата концерта была назначена, а ни за зал, ни за аренду техники якобы заплачено не было. Чтобы концерт состоялся, Алибасову самому пришлось выложить 50 тысяч долларов. Первое время Алибасов предполагал, что посоветовав мошенника, Пудовкин отомстил за отказ продать ему группу. А Пудовкин все просто отрицал. Сейчас продюсеры помирились. После пожара в квартире Барри Каримыча, Пудовкин вместе с другими звездами помогал ему восстанавливать жилье. Ну вот, Сергей честно признался сейчас, что он проспонсировал поджог к квартире Алибасова. Там? Да? Сколько стоит это? Ну вы учите, за это в суде она придется отвечать. Не, ну... Вы же только что показали мне, я траля-ля забашлялся. Я вам хочу сказать, что с Барри Каримычем ссориться, это себе добра не желать. Я, знаете, не этот самоубийца, не сумасшедший. Виноват. А если ты квартиру можешь... Виноват. Да, виноват. Были некоторые ошибки в молодости, но исправляю с течением жизни. Барри Каримыч, Барри Каримыч. Конечно. Поэтому... Сегодня же звезды у нас, они пьются. Запрещайте, пожалуйста. Нельзя вместе с ведущим побыть рядом. Побыть, конечно. Да, так и поймут, давайте вместе. Или я должен... Нет, 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 чтобы вы здесь. Я, кстати, должен вам представить. Дело в том, что уже выросли некоторые поколения людей, которые не совсем хорошо знают этих легендарных людей. Ну, Барри Алибасов, понятно. Вячеслав Жеребкин, Владимир Политов. Два главных и самых старых, да, я, насколько я понимаю, таких втертых солисток группы. Я хочу сказать, что после... Я повторился с вами, Ребята. После деда... Да. Многие говорят, я вырос на вас. Ну, я уже составился. Я не только вырос, я 10 лет назад. И Сергей Пудовкин, соответственно, вы же были администратором, да, Сергей, насколько я понимаю? Или директором. Кем только не был, вы себе не представляете. Сергей Пудовкин пришел в группу, но она устраивалась солистом работать. Серьезно? Это человек пришел петь, не имея ни малейшего голоса, и вообще слух у него только когда считает бабло. Вот он хорошо слышит... И у вас в этом деле хороший слух-то идеальный. На самом деле, я человек любвеобильный, мне нравится народ, наши зрители. Поэтому все деньги я отдаю на создание хорошего шоу. А он считает, что вот он украл на китайском рынке фонарик китайский, вставил в лоб этому своему, как... Ну, у него там существо земноводное. Как зовут? Игуана? Да, вы знаете. Я, нет. А, Вика, жабрами поедет. Барик, а геймер у вас есть? Да. Вставил этот фонарик ему в лоб, украденный на китайском рынке, и говорит, все шоу, больше мне ничего не надо. То есть ничего этот человек, который сидит напротив, вообще руки-крюки из другого места растут, и ничем в этом мире все не понимает? Все благодаря вам, Варик, великому. Я не пойму, как я живу-то до сих пор еще, без этого человека. Я удивляюсь этому. Видимо, по инерции еще. 12 лет как-то еще хожу, думаю, нет же его рядом-то, я все хожу еще по земле. Это не последний день у тебя порадоваться, людям посмотреть на... Себя показать вам. Спасибо вам. Кому на она принадлежит? Я вот что хочу спросить. Все-таки не 2,5 миллиона евро стоит или доллар? Национальное достояние только народу может принадлежать. Ребят, вы-то как считаете вообще, кто ваш главный руководитель? Народный достояние. Руководитель? Ну ладно, это народное достояние. Ну конечно, а как? Барик Аримович. Барик Аримович, учитель, отец, брат и все. Мать. Мать и сестра, и все вместе. Понятно. Что скажете, Сереж? Вообще, вот вы как человек со стороны... Безусловно, коллектив создал творческий, художественный барри. Так. Он придумал эту эстетику, все, эти костюмы. Он наконец отбирал артистов поштучно, он устраивал кастинги. Это сейчас так называется, тогда такого слова не было, когда собирался коллектив, разумеется. Он отбирал, он шлифовал. Ну у вас какая разница? Сереже в 90-х годах была зарплата 5000 долларов. Мерзавец. Он еще говорил, что ему не на что кушать. Это квартира, между прочим, в начале 90-х, это квартира в Москве. Именно так. При этой зарплате он еще говорил, что все в шоу было. Да, да, зарплата была большая, не спорю. Только мне отдавали, знаете, как эти, касками я стучал за деньги, 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 деньги. Да, 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 это шахтеры. Это я, это я был. Так, я понял. Вот и вся правда. Все, сейчас у вас никаких больше нет претензий. Я знаю, что вы давно не виделись в Барисе Атимович. Ничего себе нет, подождите, я еще счета не выставлю. Давайте, пожалуйста, быстро, у нас немного времени, еще ребята должны успеть. Какие деньги, когда он тебе научил, дал профессию, вот твои деньги, научил профессию. Неплохо было бы, да, неплохо было бы, он должен вернуться. Короче, я еще должен. Претензий, Барис. Синовный долг, где? Барик Аримович, где деньги? Я просил, я несколько раз писал за этот самый бумагу, на квартиру, на студию, подпишите и все, и расстанемся по чесноку. То есть вы хотите долю, а почему вы на нее претензируете? Не долю, все. Почему? Все, если Барик Аримович, как правильно сказал Сережа, все создавал, сам проводил кастинги, инвестировал туда свои копейки кровные, заработанные. Почему вы-то тут при чем-то? Справедливый вопрос. Жадность, жадность, жадность его несравнима ни с чем. Пойдите на шоу Витаса, увидите эту жадность. Стоит один несчастный паренек, но... А вы на Витаса поменяете на нас? А вокруг, я вам хочу сказать, 10 миллионов китайцев. Хорошо, буду один там стоять. Один буду, сам буду этим фонариком светить. Ну вот. Нет, я хотел бы спросить, вы Витаса на Нанабу поменяли сейчас? Последний короткий вопрос. Если бы Барри Алибас выступил вам с таким оригинальным бизнес-продолжением. Да, ну конечно. Да, что вы. Нашли дурака. Хорошо. Значит, вы не признаетесь друг другу в любви сейчас? Нет. Как заклятые враги? Нет. Вот плеснуть бы ему. Да, плещите. И ребята споют. Хорошо. Ну что ж, господа, я даже не знаю, как охарактеризовать наш сегодняшний финал, раз вы не хотите, так сказать... Сейчас разберемся, выйдем и разберемся. Без любви. Без любви. Значит, мы... Заходите, ребята, заходите. Мы подснимем, мы подснимем то, что будет происходить на самом деле за кулисами, а ребята пока споют. Прошу. Группа на нам. Оля, сам сто лет не слушает. Я знал, что найду тебя, найду такую, с веселыми, как лето, глазами. Я знал, что найду тебя, найду такую, с мокрыми, как море, губами. Тебя искал я долго-долго. Бредила тебе ночами, тебя искал я очень долго. Оттого ходил печальный. Айду! Я знал, что найду тебя, найду такую, искал по городам и странам. Я знал, что найду тебя, найду такую. И девушкам казался странным, а был разборчивым я и мудрым. Я тебя одну искал, и с точкой искал я, что ты рожды утром. Не родишь ты сына или дочку. Так оно и получилось. Всё само собой случилось с нами. Так оно и получилось. Всё само собой случилось просто. Так оно и получилось. Всё само собой случилось с нами. Так оно и получилось Все само собой случилось Я знал, что тогда, когда тебя я встречу Ты меня устаешь тоже Я знал, что когда наступит главный вечер Мы с тобой расстаться не сможем И буду о любви говорить тебе я Путанно, запутанно или на очень А потом прекрасным утром Не родишь ты сына или дочку Так оно и получилось Все само собой случилось с нами Так оно и получилось Все само собой случилось просто Так оно и получилось Все само собой случилось с нами Так оно и получилось Все само собой случилось Ну что ж, наш губернитарный проект По примирению двух главных нанашников К сожалению, провалился На этом эфир НТВ утром не заканчивается Впереди еще масса всего интересного Скоро уйдем Я знал, что найдут тебя, найдут такую Пьяным я искал и трезвым Я верил, я верил, я верил, я верил Но где-то же заложены мина Точно я верил, я верил, я знал Мне родишь ты сына, потом дочку Так оно и получилось Все само собой случилось с нами Так оно и получилось Все само собой случилось просто Так оно и получилось Все само собой случилось с нами Так оно и получилось Все само собой случилось Субтитры создавал DimaTorzok